Технострой Олимп. Доступное жилье каждому. Клинские госавтоинспекторы напомнили автовладельцам-родителям правила перевозки детей. Сотрудники ГИБДД раздавали листовки и предупредили о штрафах. А сотрудники 1-го батальона в дни школьных каникул проверили, насколько клинчане соблюдают эти правила. Патруль ДПС дежурил у зеркальной заправки и магазина М-10. Евгения Цветкова расскажет подробнее. Здравствуйте. С кем передвигаетесь? С тещенькой. С супругой передвигаюсь. А дети есть в машине? Дети есть в машине. А может дверку заднюю открыть, посмотреть, как у вас перевозится? Дети как перевозятся? Пристегнутые перевозятся. Вроде бы ребенок пристегнут, но, как оказалось, только на словах. На деле девочка просто накинула ремень. И то, видимо, в тот момент, когда машину остановил дяденька полицейский. Она мне всегда пристегивается. Она знает, она взрослая девочка. Она когда садится в машину, она пристегивается. То есть, я спешил сейчас, я не посмотрел, не уследил. Пойдемте, я вам подокончик напишу. А вот еще один нарушитель. За тонировкой не видно, но на заднем сиденье тоже не пристегнутый ребенок. В основном родители оправдываются несознательностью детей, забывая о собственной ответственности, а главное, о безопасности своего же чада. Он сам все знает, он сам пристегивается. Вот просто вот это вот сейчас, вот в разговоре, в разговоре, вышли, сприхмачивался, там это, это, это. Куда, чего, Макдональдс, не Макдональдс. Не обернулся, да, не посмотрел. На него надеялся, потому что все-таки уже он понимает же. Госавтоинспекторы отмечают, положительная динамика все же есть. Родители стали чаще использовать автокресла. Тем не менее, с начала года в районе произошло 16 ДТП с участием маленьких пассажиров. Один ребенок погиб, 14 пострадало. В трех случаях у нас дети перевозились, будучи непристегнутыми, именем безопасности и без детской девушки в стройке. Были случаи, когда дети непристегнуты, зачастую просто вылетали из салона автомашины. Инспекторы напоминают, дети до 7 лет обязательно должны находиться в кресле или автолюльке, как на переднем сидении, так и на заднем. Для школьников с 7 до 12 сделали поправку. С 1 января этого года они могут ездить на заднем сидении только с ремнями безопасности, без удерживающих устройств. На переднем по-прежнему необходимо использовать бустер или кресло. Если ребенок не достиг 12-летнего возраста, либо он без детского удерживания, либо не пристегнутыми безопасностями, в отношении водителя составляется административный материал по ст. 1223, ч. 3, выписывая штраф в размере 3000. За два часа профрейда инспекторы составили три протокола. Как показала практика, правила дорожного движения в основном нарушают мужчины. Женщины оказались более ответственными. Евгения Цветкова, Александр Сидей, Наталья Красавина. Новости дня.